МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Существующие штрафы таких нарушителей не пугают. А вот лишение автономеров заставило бы задуматься, подытожил Майданов. Еще одна важная тема – переходный электронный формат проведения собраний собственников жилья. К сожалению, многие относятся к таким полезным инновациям с недоверием, сетуют руководители. У нас сейчас разрабатывается в Министерстве жилищного хозяйства система, я из ЖКХ, так скажем. Когда каждый собственник в этой системе регистрируется и может инициировать любое собрание на доме, для этого не надо общаться с друг другом, для этого не надо собирать людей, не нужен зал. В момент пандемии, я думаю, это очень хорошая вещь. Но люди почему-то этой системы боятся. Особенно сложно ее освоить людям пожилого возраста. Помощь детей и внуков в этом вопросе просто необходима, считает Денис Васильевич. Я здесь хочу попросить более современное наше молодое поколение помогать своим взрослым родителям, бабушкам и дедушкам. Если они сами не в состоянии научиться этому, мы понимаем, что они прожили в другом мире и сложно во взрослом возрасте постигать новые науки. Хотя бы один раз сделайте какую-то модель, которой они будут всегда пользоваться. Им нужно будет только вводить цифры. И покажите, где они могут общаться, куда они могут писать, для того, чтобы выражать свое мнение. Это должно значительно облегчить работу жилищных служб и сэкономить время самих собственников. Более масштабные вопросы, такие как замена устаревших инженерных систем в городе, требуют тщательного изучения для поиска эффективного решения. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».